Больше двух месяцев не оплачивайте квитанции за горячую воду и тепло, ждите в гости судебных приставов. В этой квартире накопился долг в 17 тысяч рублей. Самое время расплатиться по счетам. Ведь летом идет подготовка котельных города к следующей отопительной кампании. И недополученные вовремя средства пришлись бы к стати. Здравствуйте, судебные приставы. Мы к соседям. Дверь откройте, пожалуйста. Часто должников трудно застать дома. О визите приставов и необходимости платить по счетам напомнит уведомление. Если и оно не сподвинет действию, через 30 дней в эти двери вновь постучаться. И тогда уже не сдобровать. Опись имущества неизбежна. Если же двери не откроют, даже в этом случае есть меры борьбы с неплательщиками. Мы проверяем имущественное положение через контрольно-регистрирующие органы. Это делаем запросы соответствующие. Банки, пенсионный фонд, налоговую службу. И устанавливаем, что за человеком числится. Если имеется счета, то направляем в банки на списание, либо на заработную плату. В последние несколько месяцев ведется активная работа юристов тепловых сетей и судебных приставов. Дела больше половины должников уже переданы в суд. Такие действия – это крайняя мера. Изначально тепловые сети пытаются самостоятельно призвать должников к ответственности. Мы рассылаем письменно предупреждения, ходим, то есть наши контролеры оповещают абонентов лично. Мы еще работаем вплотную с домкомами. То есть замечательные домкомы, которые интересуются с дебюторской задолженностью по своим домам. Часто в неплательщиках числятся вполне состоятельные люди, а про квартиры с большими задолженностями сдаются в аренду. И квартиранты уверяют, что платят вовремя хозяевам. Рано или поздно долги придется гасить всем. Подобные рейды проходят два раза в неделю, и часть средств уже удалось взыскать.